Помимо остановки внутреннего диалога для супер эффективной медитации нам с вами нужна будет регулярность и усложнение практики. То есть вот самые простые медитации, медитации пассивные, медитации, в которых вы просто расслабляетесь, просто напоминаете себе, что нужно расправить спинку. Кстати, еще раз себе об этом напомните. Проконтролируйте состояние вашей спинки, ваших ручек, вашего лица и еще раз расслабьте. То есть учите себя постоянно обращать внимание на то, как вы сидите, как вы себя чувствуете, где у вас чего зажато. И в том случае, когда это достигнет регулярности, то есть вот эти техники расслабления вы будете делать регулярно, остановку внутреннего диалога вы будете регулярно выполнять, все эти действия принесут вам очень приятный результат. То есть они войдут в стадию автоматизма. Вам не нужно будет уже пытаться вспомнить, вам не нужно будет насильно войти вот в это состояние равновесия, травмнизации. Вам будет достаточно просто где-то вот к краешкам мысли этого коснуться, и у вас уже хоп, тело расслабилось, лицо расслабилось, там морщинки разгладились, мышцы разгладились и так далее. То есть вы сразу же входите в очень комфортное равновесное состояние. Далее, чтобы перейти на новый этап медитации, то есть, например, вот к тому же, да, к раскрытию интуиции, к ответу на свои вопросы, к работе там с материальными каналами и еще с чем-то, вы должны с вами заняться усложнением практики. Это обязательно. Опять же аналог с мышцами. Если вы на протяжении полугода тренируетесь поднимать гантельку в 2 килограмма, то через полгода вы никогда не поднимете гантельку в 20 килограмм. Но если каждую новую недельку в течение этих полугода вы добавляете вес гантельки, да, сегодня 2 килограмма, через неделю 4 килограмма, еще через неделю 6 килограмм, то по истечению полугода вы легко возьмете вес 20 килограмм. То есть, если вы постоянно будете давать усложнение, если вы постоянно будете давать развитие, то тот результат, к которому вы в итоге придете, он будет максимально мощным, максимально сильным и результативным. То же самое с медитацией. Начинать я всегда советую с остановки внутреннего диалога. То есть, вот эта техника пассивной медитации, она вполне достаточна для того, чтобы освоить работу со своей энергией. А уже после того, как вы эту технику хорошо освоили, и если у вас есть потребность действительно от медитации получать какие-то серьезные такие вещи, да, серьезные эффекты, то необходимо увеличивать свою эффективность. То есть, вы просто начинаете усложнять, усложнять техники, усложнять медитации, вы начинаете погружаться в медитации активные. Это и слушание, это и движение, это и визуализация. И при этом, еще раз подчеркну, не бойтесь, что вы не можете выполнить технику на все 100%. То есть, делайте ее настолько, насколько вы сможете ее сделать. И если вы будете к ней постоянно возвращаться, то по мере ваших действий вы будете получать все больше и больше эффекта от этого. Медитация по определению очень полезна и эффективна. Она помогает вам расслабиться, помогает избавиться от стресса, снять блоки в теле, а соответственно стать эффективными и раскрыть какие-то сверхспособности. Поэтому заниматься медитацией очень полезно и эффективно. Вы даете себе здоровье, вы даете себе молодость, вы даете себе какое-то дальнейшее развитие. Также хотела обратить внимание, что медитация, она никак не мешает каким-то вашим религиозным привычкам, аспектам и так далее. Потому что медитация, в ее правильном понимании, это именно техники расслабления, техники остановки внутреннего диалога и работа со своей родной энергией. Поэтому медитации нельзя обвинить в каких-то нарушениях энергетического баланса или духовных законов. Следующее. Для того, чтобы медитация была максимально для вас эффективной, самое первое и самое главное, что вам нужно, это научиться ходить в правильном состоянии. Правильное состояние во время медитации – это такое состояние, при котором ваш мозг полностью расслаблен, в нем нет потока мыслей, и вы полностью сосредоточены на ваших внутренних ощущениях. Вы сосредоточены на расслаблении, вы сосредоточены на словах ведущего медитации, если это активная медитация с визуализациями, и вы сосредоточены на тех процессах, которые происходят в вашем теле. Тогда ваша медитация будет максимально эффективной. Если вы начинаете медитацию делать регулярно, если вы делаете ее стилем вашей жизни, хотя бы пассивную медитацию, то есть в течение дня вы себя несколько раз спрашиваете, а как я себя чувствую, а расправлены ли мои плечи, а расправлено ли мое лицо, да, то есть не среди ли мои бровки, то есть вот часто вот люди, у которых вот здесь вот морщинки, да, откуда образуются вот эти морщинки, они как раз идут от зажимов, они идут от напряжения, они идут от какого-то сомнения, да, человек в каком-то находится в таком глубоком мыслительном процессе, то есть а расправлены ли мои бровки, расправлены ли мои лупки, а вот как я себя чувствую, гармонично ли я себя чувствую, то есть это минимальная медитация, которую можно делать каждый день, не напекаясь. Самый эффективный вид медитации – это медитация активная через образы, через визуализацию, то есть когда вы вот работаете там с ведущим, да, когда вас ведут через какие-то образы, когда вам говорят, как какие-то картины представить, да, какие-то эмоции у себя прочувствовать. То есть вот это самый эффективный вид медитации, потому что он совмещает в себе все другие – медитацию на слушание, медитацию на концентрацию внутри себя и так далее. Вот. Вообще все медитации эффективны, то есть не нужно как бы стремиться заниматься только одним видом, а лучше гармонично встраивать медитации в свой обык жизни. Да, тогда вот мы как раз-таки получаем именно ну, как я называю, да, то есть вот можно такое сравнение провести. Допустим, человек вот сидит, работает где-то в помещении, и он в течение дня, допустим, только один раз выходит на улицу, чтобы подышать воздухом, и возвращается обратно. То есть а в помещении воздух уже такой сжатый, уже наполненный или кислым газом, а не кислородом и так далее. То есть он находится в такой сжатой обстановке, только раз в день отдыхает какой-то чистый воздух. Да, то есть он чувствует себя плохо. Другой пример. Он может сидеть у себя в офисе где-то, и у него постоянно открыто окошко, да, то есть он сидит туда в окошке, он отдыхает ароматы, природа, ароматы улицы. И, ну, желательно, чтобы за окном был какой-то парк или лес. То есть человек уже лучше. Или, допустим, человек вообще сидит где-то в саду, в окружении цветов, в окружении, там, благодати, хорошего климата, хорошей экологии и работает, да, то есть он постоянно находится в гармонии с природой, да, чисто в воздухе, и делает для своего здоровья максимальную пользу. Примерно то же самое с медитацией. Если вы делаете медитацию раз в месяц, то вы получите от нее очень небольшой эффект, но там в зависимости от силы медитации, от тех энергий, которые туда заложены, эффект, может быть, будет и достаточно мощным. Если вы делаете медитацию, допустим, раз в неделю, то есть специально садитесь, специально слушаетесь, специально работаете над какой-то проблемой, то ваши результаты тоже будут значительно лучше. Но если вы живете в состоянии медитации, хотя бы в состоянии пассивной медитации, да, то есть еще раз повторюсь, каждый день несколько раз контролируйте свое состояние. Где-то перед сном, там, на 5-10 минут грузились, просто расслабились, даже хотя бы погоняли вот эту звездочку на темном небе, там, раз в день поработали, там, тоже с какой-то медитацией, включили медитативную музыку, расслабились вечером, например, попили чай, да, и так далее. То есть вот именно внедрять медитации в свою жизнь, хорошо делать вот эти самые эффективные медитации в инзуализации, но их, например, можно делать там несколько раз в неделю, а остальные не делать пассивной медитации. Тогда вы получите очень стабильный, очень качественный эффект и очень так вот хорошо продвинетесь в своем развитии. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok